Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче мы коснулись темы рабства и того, что человек не всегда осознаёт и понимает, что жизненные идеалы и какие-то цели ему всё-таки навязаны. И те решения, которые он зачастую принимает в течение дня, продиктованы не какими-то его собственными желаниями или даже потребностями, а зачастую продиктованы именно страхами. И вот в течение дня человек испытывает тысячи страхов. И они какие-то явные бывают, и скрытые, и рациональные, и иррациональные. Зачастую, конечно, это иррациональные страхи, когда на самом деле человеку ничего не угрожает. Но всё-таки есть один страх, который абсолютно рационален — это страх смерти. Потому что смерть — это, наверное, единственное стабильное событие в жизни каждого человека. Это то, о чём человек, наверняка, знает и знает достоверно, что это с ним в жизни произойдёт. И вот такой момент. А почему знание о смерти не очень-то и влияет на жизнь человека? То есть он не так часто об этом задумывается, далеко не каждую неделю даже человек об этом задумывается. что не даёт человеку понять, что он смертен. И вот ещё один момент всё-таки такой важный. Почему когда человек видит гибель других людей, видит пострадавших в результате катаклизмов, в результате катастроф, войн и так далее, первая мысль — это не сострадание и помощь ближнему, а именно «Слава Богу, ты не со мной. Вот я жив, со мной всё хорошо и слава Богу». И вот знаете, когда ты смотришь на вот эту ситуацию, когда ты видишь, как сознание работает внутри человека, то задаёшься невольно вопросом, а вообще может ли общество и каждый человек, живущий в этом обществе, всё-таки искренне сострадать проблемам другого человека? Или всё-таки для людей, для нас это какая-то мимолётная впечатляющая картинка, от которой ты быстренько хочешь избавиться? Всё это очень коротко, эмоционально, но всё-таки коротко. Ну это естественно. Что привлекает человека? Чьё-то страдание, чья-то смерть. Ну давай посмотрим, как ведём себя мы, люди, когда вот кто-то, допустим, попал под автомобиль, да? Собирается толпа, все стоят, смотрят. Все боятся, все испытывают в это время страх. Но каждый, как ты сказала, считает, слава Богу, что это не я. Но каждый одевает эту рубашку. Ненадолго, но одевает и стремится её снять. Почему? Дискомфорт вызывает. Вот поэтому люди вот таких явных картинок пытаются избегать, но в то же время они их привлекают. И то, что ты сказала, что люди не думают о смерти целыми неделями, вряд ли думают и довольно часто. А то, что мы не верим, не осознаём, вернее, мы верим в то, что наша жизнь конечна, мы не осознаём, что мы смертны. Почему? Потому что сознание наше устроено именно таким образом, что теоретически мы это понимаем, мы видели, как умирают другие, мы это понимаем, мы понимаем, что и мы умрём, но мы не верим в то, что жизнь на этом заканчивается. Понимаешь? Почему? Потому что сознание наше прекрасно понимает, что жизнь после смерти физического тела для него, во всяком случае для сознания, продолжится. И как Личность мы знаем, что она продолжится в разных ипостасях. Конечно, Личность стремится к Жизни Вечной, но она также понимает, что даже не обретя Жизнь Вечную, человек становится субличностью. Это есть в понимании у каждого из нас, если покопаться внутри, даже в сознании. Вот из-за этого какого-то такого страха смерти нет, но есть страх умереть. Больше всего боимся того, что мы не знаем, мы не знаем, что там за этим порогом. И вот это пугает. И ещё очень пугает то, что что-то изменится. Мы боимся перемен. Это тоже вызывает страх. Боимся утратить то, что мы здесь имеем — родных, близких, друзей. Это тоже пугает. По факту самой смерти человек не боится. Большинство людей умирает очень спокойно. Они не хватаются за воздух, они не кричат, не шумят, а просто тихо уходят. Хотя предварительно практически каждый понимает, что вот произойдёт. люди ведь… Я не беру несчастные случаи, убийства или ещё что-то. А когда человек подходит время, он стареет, болезни, он чувствует, что смерть подходит и в панику не впадает, уходят тихо большинство. А вот такой ещё момент, Игорь Михайлович. Мы говорили про то, что не всегда трогают людей то, что рядом погибают люди. А вот такой момент как сострадание. Сострадание вообще сознанию свойственно? Сознанию нет. Сознанию свойственно понимание того, что с ним может произойти такое, страх от того, что с ним это может произойти. А сострадания у сознания практически нет. И вот тоже интересная закономерность. У животных оно более выражено, чем у людей на уровне сознания. У человека часто проявляется вот это сострадание от ума, скажем так, когда за ним кто-то наблюдает. Мы всё-таки живём в социуме, в обществе, и мы боимся больше осуждения того, что мы не оказали помощь. Но если человек, скажем так, понимает, что никто не узнает, что он не оказал помощь кому-то, зачастую просто не оказывает. А здесь есть простая формула. Чем выше духовность человека, тем выше эмпатия. А отсюда идёт и милосердие, и взаимопомощь, и всё остальное. То есть чем ниже духовно человек — это так оно и есть, друзья, тем меньше в человеке милосердия. Давай приведу простой пример для понимания. К примеру, человек попал под автомобиль, и кто-то увидел. Ну берём просто человек. Увидел, как другой человек попал под автомобиль, оказал первичную помощь, вызвал скорую помощь, узнал, что у человека тяжёлая ситуация в финансовом плане, даже оказал ему материальную помощь. И, как правило, люди стремятся забыть за это, гордясь тем, что они оказали помощь. Хотя прекрасно понимая, но даже дождавшись скорую, услышав от фельдшеров, которые приехали на скорой, что придётся много операций сделать, но ты жить будешь. И вот понимая и зная, что у человека предстоят огромные расходы, люди пытаются от этого отойти. За редким исключением, кто продолжает оказывать помощь, то есть поддерживать человека до конца. Почему? Ну это же не мой друг, не мой знакомый или ещё что-то. То есть это не тот, кто меня осудит, если я этого не сделаю. Чужой? Чужой. То есть и можно не помогать. А чем выше духовность у людей, тем выше тоже милосердие, выше стремление к помощи. То есть люди не могут мне оказать помощь. То есть вот это милосердие и сочувствие — это именно следствие уже духовной жизни человека? То есть это качество Личности? Да, это больше относится всё-таки к Личности. Знаете, в буддизме тоже так интересно говорили о том, что по вот этому критерию, есть в тебе милосердие или нет, можно понять, насколько правильна твоя духовная жизнь, насколько правильна твоя медитация. То есть что вот этот критерий… Ну естественно, это же естественно. То есть человек, развиваясь духовно, развивает в себе человеческие качества. А человеческие качества как раз и проявляются в том же милосердии, в сочувствии. Это нормально. Это прекрасно. Но знаете, Игорь Михайлович, мы живём в мире, где, к сожалению, огромное количество людей, которые не растут духовно, не работают над собой. Да. И всё-таки если говорить о сочувствии и взаимопомощи в рамках, скажем так, сознания… То есть получается, что вот многие люди ждут и ожидают, что вот, наверное, должно произойти что-то такое, там, не знаю, может быть, какие-то масштабные катаклизмы, где куча людей погибнет. И вот это их настолько впечатлит, что вот тогда проснётся в них какое-то сочувствие, и они начнут действовать, какие-то решения предпринимать. Не начнут. Понимаешь, есть ещё одна проблема. Вот погиб человек. И когда нам показывают это даже, вот по телевизору возьмём, показывают образ этого человека, рассказывают о его жизни, показывают, как он погиб, у нас возникает сострадание, у нас возникает сочувствие к этому человеку. Но если нам будут показывать массово миллионы убитых, то это уже переходит в статистику. У нас не будет включаться эмпатия. Единственное, что у нас будет включаться, — это страх того, что и я бы мог быть там, или, не дай Бог, со мной такое произойдёт, что я войду в число вот этих людей, которые погибли. Ох! Так устроен человек. То есть чем дальше мы входим в стадию, скажем так, климатических катастроф, катаклизмов и так далее, количество массовых жертв будет меньше, включая людей, которые не работают духовно? Наша эмпатия будет снижаться. Да. А зато будет больше проявляться эгоизм, больше будет проявляться страхов за свою судьбу. Причём, подчёркиваю, именно за свою судьбу. Люди будут искать, как приспособиться. И если это будет продолжаться так, как идёт сейчас, и никаких изменений не будет в сторону улучшения ситуации, скажем так, развития созидательного общества, или какая-то альтернатива этому не будет реализовываться, то чем дальше, тем больше мы будем видеть, как у людей будет очень резко, да я бы даже сказал, катастрофически снижаться эмпатия. Это неизбежно. Это вопрос выживания, выживания человечества. Мне очень запомнилось, как Вы когда-то говорили, что система же всё это и творит. И когда человек является частью системы, он не может как бы критично и плохо относиться к тому, что он сам, получается, делает хозяином. Давай вот честно глянем на ситуацию. Что сейчас происходит в мире? Кризисы, не будем их перечислять, масса. Помимо климата ведь это же творим мы или же это творят те, кого мы избрали для себя? Вот так же? И вот отсюда и возникает проблема. Так кто виноват? Вот смотришь, и такое ощущение, что мир сошёл с ума. Понимаешь, что происходит сейчас с климатом, понимаешь, что ждёт человечество, и мы наблюдаем такую ситуацию, которая происходит. Мы понимаем, что в любой момент может разгореться ядерная война, да всё что угодно. Но это же делаем мы. Если с климатом бороться нельзя, то вопрос, а зачем же мы тогда пытаемся его опередить? Чем это обусловлено? И самое интересное, огромная масса людей умных, грамотных, понимая, что это не так, понимая, что сейчас происходят реально страшные вещи, происходит разрыв, разделение людей, я уже молчу о гибели людей, массовой гибели людей. Но таки же это происходит, и мы молчим, мы ничего не предпринимаем. А разве это не снижение эмпатии? Разве это не утрата духовности? В то время, когда у нас, извини, у нас работают целые институты религии, у нас, как говорят, миллиарды и миллиарды верующих, то вопрос — а где они? Это очень важное понимание, потому что ты понимаешь, что она в тебе просто так на уровне сознания не включится ни эмпатия, ни сострадание. И когда ты знаешь, то ты хотя бы действуешь против вот этих шаблонных сценариев системы. Ты понимаешь, что ждать сострадания и сочувствия, находясь на уровне сознания, не следует ни от других, ни от себя, что ты будешь это сочувствие проявлять. Поэтому, а раз это сценарий системы шаблонной, то чего ждать? Нужно уже действовать как-то. То есть если ты видишь, что происходит в этом мире, то направить всё это не на само какое-то бичевание, не на тревогу, а именно на конкретные шаги. Ведь страх — это отсутствие стратегии какой-то. И нам закрывают эту стратегию. Человек не знает, что делать в этом обществе. Почему люди, знаете, апатичны и не действуют? Потому что они понимают, что это безрезультатно как-то, да? То есть что бы они ни делали… Я скажу проще. Вот понимая, исходя из всего, что сейчас происходит… Сейчас важно для всех и для каждого, друзья мои, это заниматься своим духовным развитием. Почему? Это точно нужно. Мы, скажем так, все вместе можем изменить многое, но пока мы разделены, пока мы не объединены одной идеей — улучшение жизни всех и каждому, в том числе и каждому из нас, друзья. Нас будут разделять, и мы не сможем контролировать ситуацию. Мы не сможем улучшить ничего. А раз мы не можем улучшить ничего, значит, мы должны приложить максимум усилий для своего духовного спасения и духовного развития. Разве не так? А вот ещё такой момент, Игорь Михайлович. Очень многие обеспокоены тем, что те вещи, которые тебя впечатляли буквально ещё вчера, те события, которые происходят в мире, те картинки, которые ты видел, вдруг в какой-то момент не срабатывают, то ли психика адаптируется, то ли ещё что-то. И страшно, что ты вдруг осознаёшь, что тебя это не трогает, что ты становишься каким-то что-ли бесчувственным или бесчеловечным. Адаптация. Адаптация к ситуации. Ещё раз повторю. Когда мы видим смерть одного человека — это трагедия. Когда это принимает уже массовость, то это становится статистикой. Мы адаптируемся к этому. Оно уже так не трогает. Понимаешь, это опять-таки как попал кто-то в беду. Мы оказали помощь. Оказали помощь — и хватит. Дальше пусть сам выходит из этой ситуации. А как же, если человек не может? Вот сама ситуация не позволяет. А где девается наше милосердие? А где девается наше сочувствие? Простой вопрос. То есть как будто бы сознанию нужны всё более и более впечатляющие, что ли, картинки или вот этого? Мы смотрим, как развивается наше телевидение, как развиваются новостные каналы. Ведь всё больше и больше показывают того, что называется «жесть», когда смотреть уже просто противно. Разве не так? Потому что нас пытаются впечатлить. А для чего системе это нужно? Концентрация страха — это сконцентрированное внимание, это топливо. И вот что бы мы ни крутили и как бы мы ни делали, система гоняется за наше внимание. Всем нужно наше внимание. И мы друг у друга пытаемся привлечь это внимание. Многие люди считают, что проявление вот этой твёрдости, бесчувственности, такой холодности — это правильно, что различные проявления чувств, может быть, где-то всплакнул, когда ушёл близкий или ещё что-то. Что это проявление слабости, прежде всего, в человеке? Потому что таким образом ты отдаёшь системе внимание и так далее и тому подобное. Знаешь, Татьяна, было хорошее выражение «бездушный». И вот когда человек пытается стать бездушным, он им и становится. Ведь и радость многие боятся проявлять. То есть любые эмоции, не только печаль, но и… То же самое. Человек — существо эмоциональное. Вопрос лишь в том, кто стоит и кто заказывает тебе ту или иную эмоцию и для чего. Понимаешь? Когда мы эмоционируем, когда у нас пробуждается злость, ненависть, ещё что-то, ведь это самые выбросы такие, самые большие и значительные нашего внимания, мы расходуем свою энергию. Мы расходуем не только прану, но и Аллах для тех, кто знает, что это такое. Понимаешь? То есть мы выбрасываем свою жизненную энергию. И это действительно так. Но когда наша эмоция наполнена радостью и Любовью, настоящей, то это, наоборот, хорошо. Опять-таки давай возьмём служение дьяволу. Человек испытывает радость? Нет. Эйфорию может за счёт эндорфинов или искусственно введённых наркотиков — эйфория. Он впадает в заблуждение, может испытывать кратковременную радость от какого-то приобретения, от хорошей новости, но когда его похвалили, уделили ему внимание — немножко. Но это длительный процесс имеют эти радости? Нет. Кратковременно. Всё кратковременно, всё сиюминутно быстро исчезает. И, как правило, за этой радостью идёт печаль. А когда человек развивается духовно, что он в первую очередь начинает испытывать? Присутствие покоя, потом радости, а потом даже наслаждения. Это уже когда есть у человека контакт выраженный. И разве это заканчивается? Нет, не заканчивается. Это только нарастает. И чем больше она нарастает, тем больше она начинает сказываться даже на эмоциях. Человек, знаешь, вот говорят, как дурачок, да сидит и улыбается. Почему? Потому что ему хорошо. Ему уже не до мира, потому что ему прекрасно. Ему уже на эти ситуации, на эти новости, на проблемы, на политику и на климат уже как-то не хочется обращать внимания, мягко скажем. Почему? Потому что ему прекрасно начинает жить. Разве это не эмоция? Эмоция, но она носит другой характер, и она не кратковременная. Так же ж? И он чувствует Жизнь в другом человеке, потенциал, который есть, заложен в другом человеке и, конечно, ценит этот потенциал. Ну это уже когда действительно человек уже начинает развиваться настолько, что начинает чувствовать других тогда, да. А от этого ещё радостнее становится, когда встречаешь тоже человека, который тоже наполнен Любовью. Но вот ещё что хочется отметить, когда человек наполнен вот этой Любовью, радостью, и даже сталкиваясь с чужим горем, вот эта радость внутренняя не прекращается. Но есть опять-таки то, что мы с тобой перечисляли. И милосердие проявляется, и сочувствие проявляется, и понимание есть, и стремление помочь не заканчивается. Но радость не проходит. Почему? Потому что ты же понимаешь, что то, что происходит с человеком, это происходит всего лишь с его телом и с его временным существованием здесь. Правильно? Если может что-то изменить — ты меняешь. Может что-то улучшить — ты улучшаешь. Это естественное стремление твоё, но радость не проходит. А когда человек существует, скажем так, в замкнутой системе своего сознания, когда им властвуют демоны, то здесь, конечно, эмоций шквал. То есть только он радовался, тут же он плачет. Только плакал — опять смеётся. Постоянные качели система устраивает. Почему? Из крайности в крайность или выравнивает на столько и замыкает на себе. И отсюда порождается буквально в смысле самоедство. Потом говорят, депрессия у человека. Не депрессия, а эгоизм самый обыкновенный, скажем. Для чего? Чтобы привлечь к себе внимание. И человек только озабочен тем, чтобы привлечь к себе внимание. Почему? Чем человек больше духовно занимается и развивается духовно, тем у него отпадает потребность в чужом внимании. Просто уже всё равно. Но есть ещё один побочный эффект, друзья мои. Чужое мнение перестаёт влиять на тебя. Почему? Потому что ты не зависишь от чужого внимания. То есть тебе мнение чьих-то бесов в голове как-то не вызывает эмоций, скажем так. Правильно? Для некоторых это минус, а для некоторых это плюс. Но понять это можно лишь тогда, когда ты развиваешься, скажем, до определённой степени. Здорово. Игорь Михайлович, а ещё такой вопрос. А можно ли, если говорить о страхах? Потому что всё-таки у страха плохая компания — это и агрессия, и злость, и тому подобное. И люди, конечно же, будучи в страхе, будучи в рабстве у системы, просто априори не могут быть счастливы, тем более счастливы в потребительском формате общества. А можно ли вообще как-то избавиться от этих страхов? Можно ли не бояться вовсе, вовсе не бояться смерти? Может ли человек, духовно освободившийся, скажем так, не бояться духовное развитие и страх? Как вот эти категории… Какая корреляция? Очень простая. Чем человек, скажем так, больше развивается духовно как Личность, тем больше приходит понимание и осознание, что все твои страхи формируются лишь в твоём сознании, друг мой. Человек как Личность не может бояться, просто не может бояться чего бы то ни было. В этом материальном мире. Все страхи — они в сознании. Скажем так, испытывает ли человек страх на пути духовном? В начале — да, но чем дальше, тем меньше, меньше и меньше, как человек. А когда человек достигает духовного спасения при жизни, избавляется ли он от страха? Как человек, конечно. Но на уровне сознания страхи все остаются. Разве не так? Я приведу простой пример. Друзья мои, те, кто смотрит нас впервые и не знаком с Аллатрой, для вас это может быть не совсем понятно, но для наших Аллатровцев, я думаю, будет понятно. Давайте вспомним Иисуса Христа, когда на распятие Он покинул своё тело, как кричало его сознание. Сознание — да, но не он. В этом смысл. А вот такой момент ещё, Игорь Михайлович. Когда человек уходит, Вы говорили, когда он уходит, скажем так, прана заканчивается, и вот есть естественная такая смерть, то он как бы осознаёт, что с ним происходит. А система знает заранее, когда человек уйдёт? Конечно, знает. И система знает, и сознание знает, и Личность знает. Человек не знает. Ого! Вопрос, а где же тогда человек? А где человек, кто он? Кто он тогда получается? Все всё знают, а он в невидении. И вот когда человек находится в рабстве у сатаны, он — никто, за него живёт сознание. Личность недоразвита. Сознание, скажем, манипулятор — естественно, тогда он мало что знает. Для того чтобы человек это осознавал, а примеров таких очень много, давай посмотрим жизнь святых, которые заранее предупреждали о своём уходе. Давай посмотрим жизнь магов, которые также заранее предупреждали о своём уходе. Точно определившиеся ты или там, или там. Конечно. Правильно. То есть человек должен сделать выбор. И вот почему в древних религиях человек в возрасте 14 лет, приблизительно на втором всплеске, он определялся, он с Богом или с сатаной, с кем он. Ну так же ж? Угу. Это очень важный элемент. Почему? Потому что человек осознанно выбирает тому служить. Я почему ещё затронула эту тему, потому что люди говорили, что они вдруг замечали, что как-то так складывались обстоятельства в их жизни перед уходом близкого человека, что или за неделю, или за пару дней до смерти человека приходили плохие мысли, либо создавались конфликтные ситуации, где потом тебя одаревало огромное чувство вины. За то, что ты поступил неправильно, и человек ушёл и тому подобное. Но система подготавливает это всё. Часто и густо такое бывает. Не всегда, слава Богу, но достаточно часто. А вот такой ещё вопрос, Игорь Михайлович. Мы часто говорили о том, что человека ждёт после смерти либо жизнь, либо смерть, что он станет либо духовным существом, либо совпличностью. Но есть ещё состояние покоя, о котором, в принципе, мало что сказано. Вот что это за состояние покоя, что нужно для того, чтобы человек его, ну что ли, заслужил? Кто может даровать покой человеку? Вот на эту тему ещё хотел поговорить. Хорошо это или плохо? Я скажу так. На сегодняшний день это огромная награда для любого человека. Почему? Потому что субличность не спит. Мы утрачиваем функцию сна после того, как покидаем тело в любом случае. Ангелы не спят, субличности не спят. Сон есть только здесь. Сон необходим для физического тела и необходим для того, чтобы Личность отдыхала от сознания. Хотя, опять-таки, даже во время сна возникают сновидения, то есть активность сознания, которая мешает отдыхать Личность. И мы это всё воспринимаем. Так вот, состояние покоя. Хорошо это или плохо? Это очень хорошо. Простой пример. Человек не достиг духовного спасения. Он не обрёл Жизнь. Значит, он уже приговорён к страданиям, заведомым, которые могут длиться тысячелетиями. Это Вечность в Аду. Ну как бы его ни украшали, как бы его ни называли, а состояние субличности — это действительно страшно. И самое печальное, что это каждый из нас знает, заглянув, скажем так, в себя. Почему? Потому что, скажем так, понимание этого есть у каждого. Нам, конечно, благодаря религиям описали это всё совершенно по-другому, что мы в физическом теле где-то пребываем, ещё что-то. Нет. Каждый из нас знает правду, знает, что будет происходить. Человек остаётся такой же, как он и есть, абсолютно ничего не меняется, кроме тела. Те же мысли, эмоции, только они усиливаются, всё становится ярче, всё становится реальнее. И знаешь, что самое страшное? Память возвращается. Человек, став субличности, он помнит каждое мгновение своей жизни, каждое, и будет переживать его миллиарды раз, оценивая, вот надо было так поступить, надо было сделать так. И плюс само состояние, когда тела нет, а фантомные боли остаются, скажем так. Это чувство жжения, это физика, чувство сдавления. И это отмечали очень многие те, кто даже на короткий промежуток времени побывал с той стороны и вернулся. Это действительно так. Ну и об этом говорили тоже. Скажем, это они мы придумали. Так что это исторические факты, когда об этом говорили пророки, о том, как будет себя чувствовать человек. И вот представь, состояние покоя — это ты уснул, твоя смерть — это сон. Ты просто уснул — и всё. То есть человек заслуживает того, что он лишается страданий. Понимаешь? Ну это милость или нет? Это огромная милость. Это не спасение, но это колоссальный выход, избавление от боли, страданий и переживаний. Потому что субличность — это не жизнь, это мучение, это наказание. Вы знаете, те люди, которые не ставят для себя почему-то максимальные задачи духовного спасения, зададутся вопросом, а как хотя бы, чтобы покой заслужить? Что вот нужно для этого? Ну об этом давно говорилось. Десятина. Неожиданно. Да. 10% своего внимания ты должен вкладывать каждый день в своё духовное развитие. Это минимум. И здесь опять-таки, если человек ведёт образ жизни, скажем так, в котором он обманывает людей, слегка служит на систему, скажем, слегка, подчёркиваю, обвесил, обманул, не совсем чистен был, допустил много злости в себе, но не превалирует эта злость в нём всё равно, всё равно он себя останавливает, но в то же время допускает такая слабость общечеловеческая, среднестатистически, скажем так, то человеку нужно 20% своего времени тратить на духовное развитие, это быть в практиках. Это с глубокой-глубокой древности и по сегодняшний день. 10-20% внимания в течение дня. Да. Говорю проще — два с половиной или пять часов быть в практиках каждый день и стараться в течение дня быть человеком. Хорошо. Вопрос про десятину. То есть десятина — это не выдумка апексианцев или атлантов и тех, кто был потомками? Нет. То есть что это? Это способ наживы или куда? Татьяна, давай вернёмся к апексианцам. Апексианцы создали религию как инструмент, где назначили себя богами и заставили людей отдавать массово своё внимание им. А внимание, ещё раз говорю, — это жизненная энергия. И вот люди сами, как коровы, знаешь, молоко даёт, так и люди отдавали свою жизнь просто сами. Но тем, кто отдавал больше и усерднее, и восхвалял их, и был примером для других, апексианцы давали средства для жизни в большем количестве, чем другим. Они их приподнимали из толпы, назначая их правителями над толпой и управленцами. Понимаешь? Первый раз десятина упоминается в Ветхом Завете. Может быть, как-то это связано с Торой? Я не согласен с тобой. Я с тобой не согласен. Да, считается, что первый раз она упоминается… Авраам давал десятину. Да, Авраам давал десятину. Первый раз в современной цивилизации упоминается о десятине, как о том, что само собой разумеется, которое существует как бы веками, упоминание о Шимир. Они записывали и десятину, и подати, и всё остальное, то есть в том числе и десятину. Десятина — это намного раньше Шумир. Так, интересно. Как, скажем так… Ну это если мы имеем в виду материальное, правильно? Угу. Не внимание отдавать в практиках, а рассчитываться материально. как материальные средства или имущества, или ещё что-то могут повлиять на судьбу человека после смерти. Хорошо. Давай тогда затронем такой момент. Когда появилась десятина? И вообще что это такое? Это были времена ещё, когда люди жили в сообществах. Это времена Аллатхьярыща. Общины. Общины. Но когда уже начал пробиваться вот этот наш потребительский формат, то есть когда люди подземелья уже активировались, и вот эта аргарта начала выходить, понимаешь, то есть постепенно и потихоньку влияя на мнение людей. Но это произошло, как мы с тобой уже это оговаривали когда-то, уже достаточно давно, когда произошёл упадок в самих Аллатхьярах, то есть соблазнил дьявола их. И вот отсюда начался спад. Сообщество с духовного начало медленно скатываться в потребительский формат. Были в те времена сообщества, где… Ну сообщество и есть сообщество. Как говорится, всё, что тебе надо, есть, а лишнего тебе не надо. Но появились потом, с упадком духовности, я так скажу, в обществе, появилось моё. Частная собственность. И вот эта частная собственность начала разделять сообщества. То есть появились фермеры, появились мастеровые, которые начали что-то мастерить. Но были и те люди в обществе, кто действительно стремился к духовному, кто продолжал духовное спасение. Какой выход нашли Аллатхьяры? Ведь они ввели вот эту десятину. Это задолго-задолго, скажем так, до Торы. Объясняю. Человек работает в поле. Ему нужно с утра до вечера работать, для того чтобы вырастить что-то, то, что необходимо всему сообществу. Но это его частная собственность. Ну скажем, современным языком это его бизнес начался, для того чтобы выменять это на одежду, на мясо. Потому что есть другой фермер, который выращивает животный, скот, или охотник, который с утра до вечера охотится. Понимаешь? То есть естественный обменный процесс шёл. Ну скажем так, по-современному это бартерные сделки шли. Понимаешь? Материальный обмен. У человека нет даже двух с половиной часов. Почему? Он утром рано ушёл и вечером поздно пришёл. Если он будет выполнять практики, он будет просто засыпать, что и происходило, собственно говоря. Почему? Стал вопрос. А обществу нужно то, что он выращивает или то, что он делает. Обществу надо. Потребность огромная в тех же продуктах, в той же одежде и тому подобное. То есть начался бизнес частный, появились собственные территории. Как быть в таком случае? Это что, этим людям пропадать или им бросать работу? Если все спасаются, а есть часть людей, которые… Конечно. Да. Почему? Потому что когда было сообщество, всё было распределено, и люди находили время. Это всё было просто. Но с появлением частной собственности люди начали разбиваться, скажем так, уже на конкретные профессии. Понимаешь? И они вынуждены. Так что человек не может даже покоя обрести? Понятно, что духовное спасение надо зарабатывать самому, ты его просто так не купишь. Но они пришли к простой формуле. Человек тратит на то, чтобы вырасти урожай. Своё внимание в эквиваленте 100%. А минимум человек должен тратить 10% на то, чтобы обрести покой. Значит, 10% от своего урожая он передавал в сообщество. Что делало сообщество? Оно распределяло вот это данное им, а это как эквивалент внимания, я ещё раз объясняю. Потому что человек потратил на него время своё, он потратил своё внимание, свою жизнь на то, чтобы это вырасти. И вот эти 10% идут тем, кто действительно занимался духовным саморазвитием и не только, но и работал на Мир Духовный, скажем так. Они пропагандировали, они это развивали и тому подобное. То есть это отходит в служение Миру Духовному тем, кто отстаивал права и пытался в то время удержать, скажем так, доминирование духовного во всём обществе. Таким образом произошла компенсация. Куда направлялись эти средства? Если человек занимался обменными процессами, а обмены — это торговля, всегда стремились быть выгоднее, правильно? Всегда стремились провести сделки эти более выгодные для себя. Значит, был обман, была немножко ложь, где-то взвесили не так, где-то ещё что-то. Почему? Потому что начался бизнес. И человек понимал и осознавал, что он давал плохое за дорого, скажем так. Как быть в этом случае? Если человек в жизни ведёт нечестную торговлю и многое другое, то, что, к примеру, запрещал Пророк, последний Пророк, величайший из людей, что в таком случае? А у человека работа такая, у него торговля. Что предложили Алладхиары? 20 процентов. Как в жизни ты должен тратить 20 процентов? Так и здесь. Ты должен давать 20 процентов своего внимания, эквивалент вниманию. И тогда ты получаешь покои. Вопрос. Куда и как тратили это? Вот как раз тратили это всё на содержание тех, кто занимался 100 процентов, практически 100 процентов, ну 100 процентов невозможно, но минимум 90-95 процентов своего внимания тратили на жизнь и на служение Миру Духовному здесь, именно на его интерес. Это шло исключительно на них, и таким образом оно всё компенсировалось. То есть это устраивает Духовный мир, потому что всё честно. Это устраивает и систему — всё честно. То есть всё было на паритетах, и человек получал покой. И вот почему с тех пор и по сегодняшний день, если человек делает что-то очень хорошее для Духовного мира, что способствует, скажем, прогрессированию или реализации каких-то моментов, которые, я так аккуратно скажу, выгодны Миру Духовному здесь, в этом мёртвом мире, то человек автоматом получает, скажем… Покой. Покой — это точно. Хотел сказать «спасение». Спасение — это надо слишком много сделать для того, чтобы получать. Ну такое же тоже бывает. И Иисус продемонстрировал это всё, что как высшее существо Он может даровать, Он может даровать Жизнь вечную. И это так. Вопрос лишь в том, что да, этот человек обретает Жизнь, но обретает её… Опять-таки в этом мире мы вынуждены говорить языком статусов, иерархии и тому подобное. Ну не скажешь же, что Ангел недоразвитый, да? Ну какой-то он что, деформированный или что с ним? Ну давай приведём такой пример, чтобы было понятно. Человек на своём духовном пути здесь, в этой мёртвой среде, заведомо мёртвый. Опять-таки подчёркиваю, если кто-то не понимает о чём-нибудь, я говорю, то скажу, в этом мире всё смертно, даже Вселенная заканчивается, не говоря о галактиках, планетах и уж тем более о нас. Так что спорить здесь бессмысленно, друзья. Это заведомо мёртвое. И здесь обретать Вечность — это крайне важно, правильно? В этом мёртвом мире. Так вот, когда человек идёт по духовному пути здесь, то он выходит как выпускник старших классов, и ему теперь надо идти в университет. Да. Это Ангел, который идёт в университет. А если человека, который не прошёл вот эту школу, взять и забрать, то это всё равно, что мы его отправили в детский садик. Если здесь за очень короткий промежуток времени Личность развивается действительно до больших высот. А если мы берём бодхисаттву, то есть человек за жизнь может стать бодхисаттвой. А бодхисаттва — это уже истинное служение, это уже взрослый Ангел. Ну или, скажем так, это уже не просто выпускник университета, бакалавра, магистр, так скажем. Или уже учёная степень даже, ну так вот скажем, профессор, если говорить нашим языком. Вот это вот уровень бодхисаттвы. Но человек может это сделать здесь. Почему? Потому что условия такие. И здесь действительно в этих условиях человек как Ангел, он развивается намного быстрее. А там то, что у нас здесь может быть сто лет, то там это в нашем исчислении может длиться сто миллиардов. Куда спешить, когда у тебя Вечность? Здорование, спасение — это редчайшие случаи, когда в миру находятся действительно посланники Божьи. Это редко, и это надо заслуживать. Это должна быть польза для Мира Духовного огромного человека. Но в истории с Иисусом Христом это была огромная помощь для Мира Духовного. Почему? Потому что это был колоссальный пример, который до сегодняшнего дня значим для верующих. Даже мы сейчас использовали этот пример, чтобы объяснить в Андресе простоту и понимание этого всего. Игорь Михайлович, а можно ли повлиять на послесмертную судьбу человека, если вдруг человеку не удалось соединиться со своей Душой и стать Ангелом? Просто упоминается… Скажем так, во многих религиях говорится о том, что если вы будете молиться за человека или если вы будете подавать милостыню за него, то и он был грешен, то вы как-то, ну что ли, облегчите вот эти страдания его в этой гиене угненной? Здесь вояка. Поясню. Обман от системы. Когда мы начинаем вспоминать субличность, то ей действительно становится легче. Но мы отбираем от Живого и отдаём заведомо мёртвому. Пусть мёртвые заботятся о своих мертвецах. Разве не так? Это не значит, что вспоминать нельзя. Родные и близкие, конечно, мы вспомним. Нельзя жить этим образом. Нельзя эмоционировать, нельзя этот образ оживлять. А что мы делаем? Когда молим себя, вспоминаем образ, имя. Конечно. И нас даже обязывают молиться, вспоминать, переживать, разговаривать, извиняться или ещё что-то перед кем? Перед мёртвым? Так же ж? То есть отдавать своё Живое, Жизненное. А когда мы отдаём это мертвецам, это не просто наше время, это огромное количество в нашей жизни, которое большей частью забирается самой системой, и десять процентов остаётся субличности. Но ей достаточно для того, чтобы сделать, ну скажем так, представьте, жара невыносимую и глоток холодной воды. Ну это же прекрасно, да? На время, но не навсегда. Мы облегчаем, но не убираем. А вот другой вопрос. Можем ли мы вымолить ему прощение? Нет. Можем ли мы его выкупить за свой счёт? Ну вот как, по примеру, десятины… Да, милостынь. Или десятины, да? Ну вот мы взяли и отдали свою десятину за родного, любимого родственника. Нет. Почему? Потому что он не сделал ничего, он не спас себя, не позаботился о себе. Даже на десять процентов. Раздавая милостыню, мы можем помочь облегчить ему жизнь? Нет, никаким образом. А нас к чему приучили? Вни поминания, отпомини, запомни. Опять-таки это торговля нашей жизнью. Неважно, мы там конфетки раздали, да, этой системе мы отдали фрагменты своей жизни. И опять-таки давайте не забывать о профессиональных нищих, да? А мы же должны раздавать нищим. Ну вот простой пример приведу. Возле одного религиозного учреждения, возле которого мне приходилось много лет рядом проходить, в одном и том же месте находятся профессиональные нищие, которые как религиозную организацию, паломников много, и они вот сидят и побираются. У них работа такая. Приведу простой пример. Я много лет отработал. Достаточно было средств. Но тем не менее, когда я увидел, я просто, знаешь, так, меня это удивило. Я знал, что у этого профессионального нищего квартира в центре столицы у меня не было. Машина плохенькая, правда, не очень хорошая. Но когда он достал только вышедший айфон, который я себе не мог позволить. И это не значит, что я не мог купить его. Я мог, но я тратил эти средства на то, чтобы помочь вам, друзьям, для того, чтобы служить Миру Духовному, а не на себя в таком количестве. Я прекрасно пользовался старым. Но он достал новый. Вот тебе и ответ, понимаешь? Раздавать милостыню кому? Кому? Если истинно нуждающимся, то это идёт твоё личное милосердие. Ты проявляешь своё милосердие. Это баллы тебе, но не мёртвому, который умер. Но всё-таки можно ли помочь мёртвому человеку, который умер? Ответ — да. Этот закон ввели Аллатхяры. Это от них идёт это всё. Но помочь ты можешь только до девятого дня. Дальше всё бессмысленно. Когда субличность уже определилась как субличность, то процесс уже входит в законную силу, скажем так, и обжалованию не подлежит. Помочь уже невозможно. А вот есть девять дней, которые очень ценны, когда человек вышел, скажем, из своего тела, и пока он не определился. Что значит «не определился»? Это тоже не совсем верное выражение. Человек, умирая, становясь субличностью, никуда он не девается от Души. Но и Душа не уходит в тот мир. Просто идёт переселение от одного человека к другому. Я понимаю, у некоторых, особенно людей, увлечённых религией, подчёркиваю, увлечённых, а не знающих и верящих в неё. И здесь тоже есть огромная разница. Это может вызвать, ну, как бы какой-то такой, знаешь, вот… Что же вы рассказываете, ребята? Я скажу так, изучите свои религии. Иисус говорил о переселении душ, о реинкарнации. Все пророки говорили о переселении душ и реинкарнации. И ад — место ада. И есть только одно — возле своей души. Никуда ты от неё не денешься, пока она не освободится. Это факт. И вот душа переселяется, выйдя из одного тела в другое. Почти сразу же, да? Если измерять мерками нашими, не более 12 минут. Но если измерять другими мерками, это может быть довольно долго. Но в нашем мире это 12 минут, хотя могут быть долгие очереди. Но вот 9 дней, 9 день — День поминания усопших, очень важный день. Отсюда и 9 дней. У них есть ещё 3 дня, а там другой период. Это тоже важно. 40 дней, год и тому подобное. Почему? Потому что когда рассказывали, объясняли, что по нашему времени это может занять 40 дней, это может занять год, но на самом деле это 12 минут максимум. Это если во временном промежутке. Вот сейчас опять скажут, что мы упоминаем. Друзья мои, я сейчас скажу, почему и откуда, и где это было подтверждено, и кто использовал этот опыт. Но это не значит, что мы разделяем их политическое убеждение. Мы просто ссылаемся на опыт Ананербе. Там это было доказано на физических экспериментах. Кому интересно, изучайте. Всё можно найти и всё можно изучить. И опять-таки можно ли достичь спасения в религиях? Да, в любой религии можно достичь спасения, но нужно изучать те же религии. Так же ж? Почему люди, называющие себя верующими, упираются в массу противоречий и на этом останавливаются? И в конечном счёте заканчивается чем? Что мне пришёл к жрецу, что жрец сказал, так оно и есть. И я должен верить ему кому? Такому же смертному, как и ты? Разве не так? А для того, чтобы изучить и понять свою религию и найти то зерно, которое давал Пророк или давал Иисус, или давали другие, скажем, тот же Заратушра, многие другие, даже Будда. Ведь та, скажем так, река, по которой сейчас плавут буддисты — это не река Будды. У Будды был океан, океан Вечности и Жизни. А сейчас они просто текут по горной реке и даже отрицают существование Бога. А ведь смысл буддизма был прийти как к освобождению, а сейчас — к обретению покоя субличности, чтобы не стать субличности активной, и тратить жизнь на то. А они тратят по 100% внимания. Ты представляешь, как дорого они покупают то, что стоит дёшево? Я вот говорю современным потребительским языком. Ну разве не так? Всю свою жизнь, чтобы врести покой, который стоит 10% твоего внимания. Конечно. А ты платишь 100%. А монахи минимум 90% в 95% влаживают. Это то, за что можно купить жизнь вечную, они покупают всего лишь покой. Так вот, возвращаемся к субличности и к девяти дням. Когда переходит, скажем так, субличность в новое тело вместе с душой, там, понятно, проявляется новая Личность, там другой человек живёт, хозяйствует. А человек уже как субличность умерший, он уже никуда не денется, он не может влиять на процессы новой жизни, если он не активен, но это тема другая. То пока проходит 9 дней. Почему 9 дней так важно? А вселяется ведь он на 8-й день жизни. Потому что вот с 8-го по 17-й день ребёнка — это очень важное время. В это время формируется он как Личность, в это время формируется сознание, и в это время сознание, вторичное сознание, подчёркиваю, оно проводит ревизию всего организма. То есть ревизия начинается мгновенно, то есть он изучает тело и тому подобное. У нас когда-то были передачи, я рассказывал за больных деток, у которых родовые травмы, которые вот до 8-го дня — одна минута. На 8-й день, если опоздал хоть на минутку, активация произошла — всё, то есть уже нужны месяцы, чтобы его вылечить. И вот казалось бы, там, минутка. А что значит эта минутка? А если вот вставили же эксперименты, проверяли на 8-й день, подключались с холографом, наблюдали за детьми, которые под энцефалографом были в следствии родовых травм, вне зависимости от того, есть сосуд, травмированный, не травмированный, на 8-й день идёт скачёт, на 17-й день идёт скачёт, абсолютно идентичный первому. Что это за процесс? Почему в течение 8 дней не проходил? Почему в течение других 9 дней не проходил? А потом резкий скачёт, активация. Это, знаешь, хороший пинок нейрона. То есть вот как включили или, скажем так, подали большее напряжение, то есть лампочки загорелись, и дальше опять норма. Но ритм уже немножко другой. Интересно. Потому что ведь в религии говорится о том, что именно на 9-й день окончательно вершится судьба умершего. Да, это окончательно вершится судьба умершего. То есть может быть так, что на протяжении 9-й дней может быть дарован субличности покой. Покой, да. И тогда в теле нового человека, скажем так, этот фильтр становится неактивным. Он светлее. С 8-го по 17-й день вот это решается, да? Да, с 8-го по 17-й. Вопрос — как это сделать? Вот. И вот здесь алатхяры ввели практику. От того, что этот человек… Ведь он тратил время, он зарабатывал себе что-то. То есть он создавал своё хозяйство, он что-то накапливал. Не имеет значения, пусть это будет всего лишь 10 ложек. Это всё, что он заработал за свою жизнь. Но родственники должны отдать одну ложку. Его. Его личную. Не своё, а его. И тогда он обретает покой. А родственники девятью могут спокойно пользоваться. Но если родственники пользуются десятью ложками его, то они будут оплачивать ему своей жизнью. Здесь тоже есть закон. Ведь ты используешь то, за что человек получил, скажем так, наказание. А ты это используешь в своей жизни. Можно ли обмануть закон Божий и физику Божью, когда люди скрывают, скажем так? Невозможно. Невозможно и нереально. Проведу простой пример. К примеру, человек… Бизнесмен. Давай скажем так. Человек засеял поле, вырастил 100 мешков пшеницы. На следующий год он взял у других соседей ещё себе пару полей. И ему нужно 90 мешков, чтобы засеять все поля. Значит, его прибыль осталась сколько? 10 мешков. А засевал он и девятью мешками, собрал 100. А теперь ему, чтобы засеять все поля, нужно 90 мешков. Он как бы вкладывает в бизнес. Значит, у него осталось сколько? 10 мешков. Да? Так же ж? Да. Но у него изначально было 9 мешков. Значит, прибыль у него — один мешок. И с прибыли он должен отдать 10 процентов. Ну это сколько там? Ну пусть мешок 50 килограмм. Значит, он должен отдать всего лишь 5 килограмм. Ну так же ж? Ну да, с прибылью. Ну это ж прибыль. И тогда человек никогда не получит подкою. Никогда. Почему? Потому что его прибыль он засеял там 9 мешков, вырастил в 100 мешков. У него 91 мешок прибыль. Засеял он 9 мешков, а получил 100 мешков. Прибыль дана ему за то, что он вложил внимание. Он купил ценой собственной жизни 91 мешок. Так же ж? Потратил своё время на 91 мешок. Не важно. Он купил ценой собственной жизни. Вместо того, чтобы купить себе покой или жизнь, он купил себе 91 мешок пшеницы. Именно настолько он стал богаче или беднее по жизни. Есть каждому своё. Но это материальная прибыль. Так вот, он должен отдать десятину с 91 мешка, а не 5 килограмм с одного мешка. Тогда это честно. А если при этом он кого-то обвесил и обманул, значит, он должен отдать 20 процентов для того, чтобы спать потом спокойно. И это написано в том числе и в той же Торе во всех религиях. Почему? Потому что убрать это было проблематично. И ещё, во-первых, начали становление религии, об этом знали многие. И ещё это крайне оказалось выгодно для религии. Это сбор средств. И на них начали строить, укреплять что? Собственную власть, доминирование над людьми. Покупать индульгенции за свою неправедную жизнь. Заставили людей, совершенно правильно. Просто откупиться, ведя плохую жизнь. Можно ли откупиться у тех, кто стремится к власти, земной власти? То есть кому ты будешь отдавать свои 10 процентов, чтобы получить покой? К сатане? Получишь ты покой или нет? А ведь Господь что сказал? «Не будет никого между мной и тобой, только ты и я». А с откуда взялись самоназначенные жрецы и начали навязывать, что они являются посредниками? Посредниками знаешь, что являются? С натяжкой скажу. Но если смотреть честно, то да, это представители Мира Духовного, те, кто живут духовно, те, кто сами оживают и другим помогают. Действительно, те, кто представляют интересы Мира Духовного на Земле, тогда и это считается. Это те, какими были Алладхиара. И это работало. Вы знаете, всегда интересовал этот вопрос. Потому что, с одной стороны, ты встречаешь, что в Библии, допустим, тот же Иисус, Он как бы не отрицал эту десятину. И вплоть до того, что были сюжеты в Библии, где Он наблюдал и говорил, вот богатые люди, скажем так, в сокровищницу кладут столько-то, а вот бедная вдова отдала всё своё пропитание, всё, что у неё было… Игорь Михайлович, это богатые много положили… Да, но это ничто по сравнению с тем, что… Игорь Михайлович, это бедная положила две монетки. И Он сказал, смотрите, да, вот она… Больше всех положила на самом деле. Игорь Михайлович, это большая вещь. Игорь Михайлович, ведь неважно, неважно, сколько ты кладёшь, ведь вот мы сейчас посчитали с тобой с бизнесменом, да, а представь вот пришла женщина, которая отдала десятину, она отдала ложку зерна, это всё, что у неё есть. А тот богатый бизнесмен отдал пять килограмм. Разве это сравнимо? И вот кто меряет и чем? Понимаешь, в мире духовном меряется Истина, меряется вниманием, силой твоей, твоим вложением, настоящим. Сколько ты Любви отдаёшь, сколько ты внимания вкладываешь. Но если мы берём Мир Духовный и освобождение, здесь нельзя без Любви, ты не покупаешь ничего, купить можно здесь. Ведь человек как субличность остаётся у князя мира сего, в мире смертном и материальном, и он всё равно умрёт второй раз. Всё равно это неизбежно, это будет. Да, это может быть через тысячи и тысячи лет, но это будет. А в Мире Духовном человек существует всем, да. Он становится равным среди равных. И в этом смысл, друзья. И вот для этого стоит жить, для этого стоит трудиться. Экономить собственное внимание на то, чтобы обрести жизнь — это глупо, это смешно. Но всякое бывает в жизни. У человека семья, ответственность, ему надо кормить, он хочет для них что-то лучшее, большее и тому подобное. Ну и сам хочет жить. Ну знаешь, настолько он погряз в рабстве, но он боится смерти, он боится мучений, которые его ждут. Ну поэтому алатхяры и предложили такой выход десятин от внимания. А что даёт, скажем, вот этот покой, состояние покоя субличности для тех, кто остаётся здесь? Ну в первую очередь ради тех, кто остаётся здесь, и был введён вот этот закон, который опять-таки с разрешения Мира Духовного существует по их велению. Почему? Потому что оставшиеся родственники не кормят систему, они не кормят мертвеца. Когда субличность спит, то она не жрёт живых в буквальном смысле слова. Ведь не зря появились легенды и сказания за вампиров, за всё остальное, что мёртвый или мертвец пожирает живых. Это в действительности так. Какой бы он хороший, прекрасный человек и любящий ни был при жизни, когда он становится субличностью, он как оголённый нерв, ему требуется помощь, он будет хвататься за всех, до кого дотянется. Голоден. Да. И чтобы утолить этот голод, ему опять-таки… А кто самый близкий? Чей образ самый живой и яркий? Вот и ответ. И страдает кто родственник? И здесь резко начинают проявляться неудачи, болезни, отвлечения. Почему? Потому что люди начинают об этом думать, начинают вкладывать. То есть он помогает системе обобрать своих родственников, проще он так скажет, потому что он часть системы становится. Он уже не тот человек, который был. Он без шансов в жизни. Поэтому чтобы помочь родственникам в первую очередь, чтобы оградить живых от мёртвого, вот этот закон и вели. Ну и помочь опять-таки мертвецу, почему бы и нет. И ещё, что немаловажно, ведь став субличностью активной или спящей, отсюда тоже много зависит. Вот к примеру, человек остаётся активной субличностью. И попадая в новое тело, он может обречь новую Личность на первый тип. То есть почему? Потому что он активен, и Личности уже плохо слышно в Мир Духовный, уже сложнее до него дорваться, сложнее к нему прийти. Вот это стёклышко становится темнее, и света меньше попадает, уже ориентировав меньше. А спящая субличность прозрачна, то есть она не мешает. Здесь плюсов много как самому человеку, так и Живым, так и следующей Личности. Интересы Духовного мира соблюдены, и интересы системы соблюдены. То есть это уравновешивается. Давай простой пример приведу. Вот если мы возьмём… Помнишь, с тобой говорили о Едином мировом правительстве? Да. Которое вынуждено будет в нынешних условиях сократить численность людей, но об этом все знают и об этом многие говорят, скажем так, от 8 миллиардов хотя бы до 500 миллионов. А почему? Потому что экология, потому что климат, потому что нехватка и проблем много, да? И ещё плохо управляемая толпа. 500 миллионов — это идеальное общество и для земли, и для управления им. Рабов достаточно, но мусорят меньше, чем 8 миллиардов. Логично? Логично. А 7,5 миллиардов субличностей. Они перераспределяются на новых вновь рождающихся? Обязательно, конечно. То есть получается, что в принципе, дальнейшее общество при сокращении населения… Один сосуд живой, зарождающийся, может не только одна субличность, а и десяток быть на одном носителе, а может и больше. Вот и ответ. Поэтому спящие субличности прозрачны, они вреда приносят намного меньше. И вот представь, если действительно такое произойдёт, какие шансы будут у тех 500 миллионов? Которые родятся уже, вот эти новые, да? Конечно. Следующее поколение, конечно. Первый тип, чистейший, без совершенно связи… Совершенно правильно, без перспективы. Еле-еле-еле уловимая связь с душой. Это общество сможет развиваться духовно? Оно будет интересно миру духовному? Нет. Почему? Потому что права нарушены мира духовного. Монада перевесила в другую сторону. То есть расширение человеческой популяции — это ещё и облегчение вот этой нагрузки, правильно? Естественный процесс. Конечно. Почему я говорил, что в созидательном обществе и 25 миллиардов мало, и 50 мало? Потому что это действительно хорошо. Земля прокормит, проблем здесь нет. Новые научные достижения легко это решают. Плюс экспансия других планет. Ведь это легко в созидательном обществе сделать. То есть получается, что вообще ещё такой момент, что сфера, получается, она закрытая, и субличностей очень много за всё время существования. Вы знаете, это задаётся ещё вопросом, сколько людей живёт в современном мире и какой огромный всплеск вожидаемости. На это есть ответ, скажем так. Если мы глянем, понятно, некоторые возмутятся или ещё что-то, есть опыт психологов, психиатров и тому подобное, которые сталкивались с активными субличностями в человеке. Порой насчитываются десятки, а порой и больше. Это абсолютно другие люди со своим опытом жизни совсем на свете. Если правильно использовать правильные техники гипноза, можно вытянуть — человек тебе расскажет полностью подробно всё своё существование. То есть активация субличности идёт. Говорят, плод фантазии, вымысел. Вы знаете, человек не способен придумать то, что происходило в реальности и которое подтверждается исторически. Не способен. Вот мы хотели тогда сделать проект этот. Это был бы замечательный проект, где в конечном счёте люди бы пришли к этому пониманию, к контакту с субличностями, и многие бы увидели. Но война внесла свои коррективы. Мы уже начали этот проект, но не успели его развить. Ну на сегодня, в общем. Ох, как сегодня много обратной связи интересной и ответов вообще. Игорь Михайлович. Это правда жизни. Это мы всего лишь прошли по верхам. А можно ещё вот такой вопрос? Ребята задавали, а всё-таки человек, когда утрачивает жизнь, он сразу осознаёт, что он субличность и какой ужас ему предстоит? Что происходит, скажем, с человеком, который является субличностью? Нет, сразу человек не испытывает ужас. Ужас к нему приходит после девятого дня. То есть есть ещё вот этот вопрос? А понимание того, что он умер, приходит сразу. Но остаётся надеждой. Пока ещё, знаешь, такое вот… Говорит, не путайте… Знаешь, как в анекдоте? «Отдых» с ПМЖ, да? А когда человек обретает Жизнь, скажем так, чувствует ли он это в сам момент обретения Жизни, слияние здесь ещё при Жизни тела? И чувствует, как это на чувствах, собственно, происходит, когда Жизнь земная уходит? Они как? В этом и весь феномен. Но опять давай скажем, что существует несколько путей. Существуют люди, которые находятся конкретно на служении Миру Духовному, и они достойны открыванию этих Знаний. Они используют специальные практики. И тогда при использовании именно специальных практик для человека происходит, знаешь, огромный взрыв. Я бы сравнил, представив, твои способности умственные, подчёркиваю, увеличатся многократно, когда всё, что было темно, вокруг тебя становится светло. То есть это ничем не спутаешь. Это приходит полное сознание твоей Жизни, что обратного пути нет. Но это для тех, кто действительно использует правильные практики для нужных вещей. Массово это, конечно, не происходит. И в этом есть определённая закономерность. То есть вот что произойдёт с человеком, когда он наконец-то достиг этого слияния и обрёл Жизнь? Просветление пришло. Никакого просветления не будет, друзья, ничего не изменится. Вот ты лёг спать заведомо мёртвым или потенциально живым, а проснулся живым — это происходит через сон. Поймёт ли это человек наутро? Ничего не поймёт. Ну хотя бы по косвенным каким-то признакам. Ну по косвенным есть понимание. Сознание становится какое-то пугливое, как-то щерится, но не сильно кусается, понимание Жизни становится какое-то такое правильное. Знаешь, вот как повзрослел человек. Вот если вкапываться — да, заметно, человек становится взрослее, увереннее, спокойнее, но он уже живой. Единственная разница — упасть не сможет. Понимаешь? Ангела не падает. Это правда. Не сделает глупости. Почему? Он скорее пожертвует собственным телом, чем заберёт чужую жизнь. Он этого никогда не сделает. Почему? Потому что он Ангел. Не он давал эту жизнь, чтобы забирать её. Он же не дьявол, чтобы покушаться на чужое. Вот это да, это будет. Ну и, скажем, в принципе, это будет для него незаметно. Сознание будет гавкать? Будет. Будет сознание продолжать бояться? Будет. Конечно, будет. Но единственное, да, эмоции не так трогают. Но это ж не из-за того, что эмпатия развилась. Нет, эмоции именно страха, какой-то глупости, ты их будешь чувствовать, но ты не будешь ими так оплачивать усердно. Ты будешь слышать, что тебя разводят, скажем так, и хотят вытянуть у тебя, знаешь, с кошелька какую-то монету. Вот это да, понимание приходит. А так, чтобы прямо человек осознал? Нет, не осознает. Знаешь, почему это происходит? Почему? Чтобы человек не останавливался, а рос. Ведь человек может здесь, в этом мире, достичь уровня бодхисаттвы, развиться. Ты представляешь, что это? Уже говорили, это уровень профессора, академиков, ну наших такого, а не просто школу закончить. У нас время сжато, образование Личности идёт семимильными шагами, а там это может занять огромное количество времени. И опять-таки захочет ли он как Личность, как Ангел интенсивно развиваться? Да, он будет развиваться, это неизбежно до бесконечности, но куда спешить? Там другое. И сознание никогда не поймёт, на какой стадии развития находится Личность? Невозможно это оценивать сознанием, невозможно. Поэтому у человека этот процесс сокрыт, пока он не выйдет. А вот когда тело опять-таки прекращает существование, и вот человек выходит, почему я сказал, пока он не выйдет. И вот тогда происходит такая метаморфоза, что… Ну ещё есть один маленький момент — это практики. Вот этот ответ Любви, он становится такой, знаешь, циркулярный. Ну вот нет посыла, приёма, знаешь, такой приём-передач, нет. Жизнь. Да, просто уже жизнь течёт. Ну вот это ценный момент. Ну опять, это те тонкости, которые ты начинаешь понимать уже потом, уже обретя жизнь, уже подальше, на следующих ступенях развития, когда уже университет заканчиваешь, скажем так. Просто многие ведь задавали, какой вопрос, что вот есть прана, есть жизнь этого тела. И как так бывает, что некоторые люди, которые достигают духовного спасения, они что, принимают какое-то решение уйти, несмотря на то, что прана не закончилась, или вернуться служить? Объясню из практики. Даже те, кто намерен служить серьёзно, становится на путь служения, он пополняет специальные практики, как только в нём просыпается жизнь, быстро исчезает из этого мира. Почему? Потому что прана в его руках, понимаешь? А прана — это как бензин в машине. Ну слил и ушёл. Служить кто будет? Вот чём вопрос. Желающих пройти по короткому пути — много. Даже с желанием от сознания служить потом Миру Духовному. Но когда приходит понимание, когда приходит вот это просветление, а ты ещё в теле, ты понимаешь никчёмность этого мира, ты понимаешь всю эту иллюзорность и всю эту игру. И вот здесь парадокс. Ещё и не совсем созревший, скажем, как Ангел, ты уже начинаешь воспринимать других людей как недостойных того, чтобы ты остался здесь помогать им. Но есть такая слабость. Ангел должен созреть, Ангел должен вырасти. Тогда и понимание всего процесса. Почему? Потому что пока не получил вот это наслаждение от прихода от тебе подобных, то ты не поймёшь всю эту ценность и важность. А когда ты понимаешь это, тогда ты делаешь всё возможное для того, чтобы мир бесконечный, Ангельский, каждое мгновение многократно увеличивался. Понять нашим сознанием — это сложно. Одно точно ясно, что просто так выйти и без специальных практик у человека не получится. Я скажу так, вот чтобы люди поняли. Говоря земным языком, представьте, что у вас случайно нашёлся кошелёк электронный, который когда-то кто-то вам подарил, на котором лежало пару тысяч биткоинов, которые стоили тогда 50 центов, тогда. И сейчас вдруг вы видите, что биткоин резко растёт, и он уже переваливает за 100 тысяч долларов каждый. Такой прирост. Чувствуете? Радость такая вот. Можете представить, как вы отреагируете бурно таким новостям. У вас пару тысяч на кошельке оказалось, вы случайно нашли, а там вот такой рост. Но это ничто по сравнению с реальной радостью Ангела. Ну надо же было как-то параллель провести. А то скажут, что вот как раз радуются Ангелы тому, что биткоин растёт. Знаешь, как сознание переключило? Бывает такая. На то, но и сознание. Да? Тогда ещё один всё-таки вопрос, если можно. Когда человек освобождается, когда он становится свободным и уходит из этой, скажем, мирской жизни уже, помнит ли он о том, что происходило здесь? Или есть только чувство Любви и всё, и нет никакой, скажем, памяти о том, что здесь было? Да, есть чувство Любви огромное, понимание причинно-следственных связей всего мироздания, подчёркиваю, не только этой Вселенной и не только этой Жизни. А помнит ли он свою жизнь? Да, каждое мгновение, каждое, подчёркиваю. Причём помнит не только, как мы и помним, а даже мгновение ветерка, даже голос каждой птички и даже работу каждой клетки — это другой мир. Помнит, всё помнит. Субличность помнит лишь каждое мгновение своей жизни, каждое, всё то, что помнишь ты, друг мой. Вот что помнишь, то и останется, если не приведи Господи. Сатана тебя победит. Ну а если Бог поможет, и в тебе хватит мужества и Любви, и ты станешь Ангелом, то будешь помнить всё, и даже будешь помнить это мгновение. Только воспримешь его по-другому и поймёшь его лучше. Не так, как сейчас ты это понимаешь в своём сознании. Вот так всё просто. И в памяти остаётся много. Игорь Михайлович, а может ли человек, находясь здесь, скажем так, связаться с человеком, который обрёл жизнь? Каким образом? На каком он телефон? Он относится, скажем так, к тем же образом святых людей, которые гарантированно стали всё-таки святыми и обрели жизнь. Допустим, человек знает о том, что определённый святой человек всё-таки обрёл жизнь. Скажем, может ли обращение к нему как-то духовно укрепить человека или помочь ему? Физически. Вылечить его или ещё что-то. Но всё-таки, наверное, в духовном плане. Ну в духовном плане как пример — может, просто как пример, как человек, достигший Жизни. А связаться может ли мёртвый с Живым? Нет, конечно, друзья мои, нет. И ещё раз говорю — нет. А вот обретший Жизнь — может. Но если ты конкретно знаешь его. Если ты не знаешь того, с кем ты хочешь связаться, ты не свяжешься. В этом тоже есть смысл, даже если ты обрёл жизнь. Ну а для чего связаться, собственно? Для того, чтобы укреплиться духовно? Ну тогда нужно сразу же и направляться к источнику любви. Если ты обрёл жизнь, тебе укрепление уже не нужно. Да, да. Вот в чем смысл. А когда ты на пути, то образ истинно святого, обретшего Жизнь, конечно, может тебе помочь своим примером, своей жизнью. Может. Но вопрос в другом. Мы же идём в храмы к образам. Зачем? За здоровьем, за решением своих проблем. Мы платим своим вниманием и что? Порой получаем даже здоровье. Разве не так? А что работает? Простой пример. За нас помолился какой-то прям волшебный святой, которого вот в жизни все считают святым. И вдруг мы выздоравливаем. Может быть такое? Да полно, друзья. Часто и густо. Это называется эффектом плацебо. То есть ты покупаешь своим вниманием, своей верой заведомо мёртвое, ты покупаешь заведомо мёртвое. Даже собственное здоровье, ведь оно не живое. Для нас оно ценное, пока мы в теле, и значимо, пока мы в теле. Но Господь не давал этих механизмов. Это дьявольские механизмы всего лишь в мёртвых телах, заведомо мёртвых, подчёркиваю. Но ты платишь жизни за то же здоровье, за те же разрешения проблем с каким-то близким тебе человеком. Ну что, не так? У тебя что, языка нет, у друг мой, пойти и поговорить в открытую с этим близким человеком, в том смысле он тебе дорог. Или ты забыл дорогу в больницу, где работают доктора, чтобы вылечить своё тело. Да, некоторые скажут, но бывают болезни, которые не лечат доктора. А приходишь к магу или жрецу, а здесь это абсолютно одинаково, они проводят колдовской обряд или читают молитву, но эта молитва направлена к дьяволу, так же, как и колдовской обряд. И ты обретаешь здоровье. Да, обретаешь, но ты отдаешь за него Жизнь. И что тогда? Что дальше? Смысл от твоего здоровья, которым ты будешь пользоваться, даже если ты будешь пользоваться им 50 лет, даже 100 лет? Бог с ним. Что это тебе даст? По-моему, ничего. А вот развивать науку, развивать медицину надо, чтобы не возникало таких проблем. Правильно? Да. Потому что через науку можно решить все проблемы со здоровьем. И через науку реально можно доказать, что и мир существует, в том числе и духовный. Правильно? Всё можно, если захотеть. Вот один из наших зрителей задаёт такой вопрос. Он уже такого зрелого возраста, ему за 70 лет, и он очень поздно столкнулся с Знаниями истинными. И вот он говорит, что «я очень переживаю, что я не успею спастись». И можно ли хотя бы заслужить покой в том мире? А если человек в старости, скажем, остаётся мало времени, и понятно, что не хватает чисто математически, скажем, ему ни времени, ни сил для того, чтобы обрести хотя бы покой. Как раз для этого тоже аладхиары и вели эту десятину. Она решает очень много проблем, в буквальном смысле слова. Но она не работает в потребительском формате общества? В потребительском не работает. Что сделаешь? Понятно, что здесь те институты, которые должны представлять интересы Мира Духовного, они работают на себя, они работают на власть, как мы уже говорили, работают на накопительство, и понятно, что они не функционируют. Но мы говорим сейчас о временах аладхиаров и временах, когда были те, кто истинно служили Миру Духовному, когда этот закон был введён. Действительно, это работа. Почему? Потому что человек прожил жизнь, он работал. В принципе, хороший человек, но он не вкладывал. И здесь он чувствует, узнаёт, что у него проблемы со здоровьем, ему осталось два дня. Можно ли за два дня спастись? Нет, конечно. Конечно, нет. Но покой обрести он может. Многое решает вот таких вот острых моментов. Но, знаешь, это всего лишь разговор о покое, это разговор не о жизни. Конечно, вот пришедшие с Мира того, они могут и Жизнь подарить. Пусть маленького ангелочка, которому придётся долго расти, не в этом мире растёт, не в этих тепличных условиях для созревания ангелов. И вот некоторые скажут, как это тепличные условия. Да, друзья мои, вот этот мир — это и есть теплица для ангелов. Просто многие, как и многие семена, не всходят. Но выбор, всходить или не всходить, в каждом из нас, это тоже надо понимать. По нашему выбору всё происходит. А условия действительно лучше не придумаешь для роста ангелов. И хотя бы два с половиной часа в течение дня постараться уделять своё внимание духовной практике — это как минимум. для того, чтобы обрести, извини, покой. Ага. Я не скажу в созидательном обществе. Мы жили бы уже давно в идеальном обществе, друзья. Почему? Потому что можно было развить мир просто прекраснейший. Представьте, когда масса людей поддерживает опять-таки тот же институт, ну это бы не был бы институтом религии, это было бы сообщество людей, которое представляет Мир Духовный и отстаивает его позиции здесь. Но с такой поддержкой уже бы давным-давно было бы идеальное общество, и здесь бы не было бы, пожалуй, вообще в субличности как таковых. Люди бы обретали жизнь. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Поэтому средства, которые люди передают в институты, — это поддержка организаций, для которых, скажем так, вопрос служения — это работа. Когда жизнь становится работой, то это не жизнь. Вот и ответят, друзья, почему мы в таком мире и в таком хаосе. При наличии огромного количества различных религий и огромном превалирующем многократно количестве верующих мы живём в аду, где доминирует сатана. Простой ответ. И он правдив. К сожалению, но это так. И есть понимание, Игорь Михайлович, насколько прекрасно созидательное общество ещё и для духовной жизни человека. Потому что, во-первых, как мы уже говорили, это уменьшается нагрузка на вновь родившихся людей. Конечно. Меньше людей первого типа, больше тех, кто чувствует вот эту связь с Душой. Увеличиваются шансы на духовное спасение. И есть время, чтобы ты потратил его на духовное развитие. Конечно. Ведь развитие созидательного общества — это высвобождение времени для людей, которые вынуждены тратить на работу, на то, чтобы обеспечить себе минимальный шаг даже проживания на сегодняшний день. Ведь это же так. А ещё в обществе, где после перехода исчезает такое понятие, как «деньги»? Ну это вообще… Исчезает власть и исчезают деньги. Тогда Истина автоматически остаётся. Да, но есть один минус. Если в обществе, где есть накопление, как эквивалент твоего внимания ты можешь откупиться, купив себе состояние покоя для себя как субличность, то в мире, где упраздняется денежная единица и власть, тебе не за что будет купить. Ты вынужден будешь работать духовно над собой. Ну к тому времени надеюсь… И всё для этого есть. Да, к тому времени надеюсь, у людей Знание будет и появится желание. Это выбор людей. Тут ничего не сделаешь. Здорово. Спасибо. Главное — стремиться к этому. И главное — развивать Жизнь внутри себя, формировать вот эту жизнь. А Жизнь внутри себя, друзья мои, начинается через Любовь. Поэтому давайте просто любить друг друга. Спасибо. Спасибо, Игорь Михайлович. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Спасибо.